Музыка По закладам освиты проводятся капитальные текущие ремонты. В школе номер 3 проводится капитальный ремонт большого спортивного зала и капитальный ремонт коридора первого этажа. Там по первому этажу были предписания системы, что это было обшито вагонкой и по пожарным нормам по безопасности приводится в соответствии со строительным нормам. В первой школе заканчивается ремонт уже тоже большого спортзала и ведутся текущие ремонты едальни. По школе номер 2 ведутся работы уже начатые по ремонту большого спортзала и ведутся ремонты по санузлам. В детских садиках происходят в основном работы в подвальных помещениях замена инженерных сетей. Это в третьем садике замена хосфекальной и ливневой и пожарного водопровода. Также в четвертом садике тоже замена пожарного водопровода и хосфекальная канализация. По первому детскому садику ведутся работы, заканчиваются работы по горячему водоснабжению на тепловых насосах и солнечных коллекторах. В пятом детском садике начаты работы по ремонту коридору первого и второго этажа, в соответствии с предписаниями. То есть работы ведутся плюс, дополнительно ведутся и проектные работы по садикам, как и по кровлям, так и по фасадам. Плюс в первом детском садике будет проводиться скоро капитальный ремонт фасада. Также будут начаты работы по первой школе по фасаду. Утепление будет первого детского садика в этом году полностью и будут начаты работы по утеплению школы номер один. Бюджет разный и в каждой школе по-разному. Есть какие-то работы, которые более миллиона гривен, это спортзалы, все, что касается подвальных лежаков, стояков, это там по 200-300 тысяч. Ну, в основном, утепление детского садика ориентировочно в арте есть в районе 7 миллионов. Большие суммы, все, что принято в сессии городского совета, на данный момент происходят эти работы. Когда мы уже приходили, делали проектно-смертную документацию, мы увидели те или иные сложности. С каждым учителем физкультуры мы общались. Мы общались непосредственно с заместителями директоров по хозяйственной части, с директорами школ. Делал обход и управление образованием совместно с Евгением Николаевичем. То есть, это все обсуждалось в те или иные виды работ, происходит комиссия, комиссия обходит раз в две недели эти объекты, осматривает. Если какие-то возникают уже непредвиденные ситуации или дополнительные, то это уже непосредственно принимается на объекте, в те или иные решения. Все, что касается там, где будут находиться ученики, это коридоры. Я думаю, что они все будут выполнены до первого сентября. Стараться будем и по спортзалам. Но по спортзалам, если мы где-то не успеем, все равно в сентябре еще дети занимаются на стадионах. Будем стараться. Планируем закончить в первых числах сентября, начало сентября. Планируем сентября. Эта штукатурка полностью сдирается до камня, потому что здесь будет уже другое, что-то новое, современное. Материалы современные будут, новое освещение, новый потолок какой-то будет. В общем, все будет по-новому. И напольное покрытие будет меняться. Будет тоже тут какой-то современный, насколько я знаю, линолеум, что ли. Но будет все новое. Все новое. Батареи будут как-то там какими-то другими рельефными защищаться. У нас были просто деревянные такие щиты забиты. А сейчас будет по-другому. А какая бригада работает? Со скольки до скольки? Ой, они работают, наверное, часов по 18. Мне так кажется. Потому что они... Я прихожу, они уже работают. Это я в 8 часов прихожу. И мне старожак говорит, что они очень допоздна работают. 12 туалетов, женский, мужской туалет. И вот разбили уже. Почти все разбили. Там с одной стороны только не разбили. А так третий этаж разбили полностью. Там штукатурят уже. Второй этаж начинают штукатурить под стены, под плитку. Потом, значит, тут все ниже, ниже спускаться, чтобы можно было так мыть. Все. Конечно, много уборки. Видите, сколько надо убирать вот этого всего. Это будут двери меняться? Двери будут меняться, да. Двери будут меняться. Дуже приятно, что нарешті мы дочекалися ремонтных работ. Ремонтные работы дали нам змогу учителям физической культуры впровадить. Мы всегда хотели и давно мрели про это. Мы хотели окремо таку комнату для занять с хореографией. А в связи с тем, что в шкільную программу впроваджается новый модуль, это чарлидинг. И нам это даёт дозвіл впровадить чарлидинг тут у себя на месте в спортивном зале. Мы можем поставить свои станки. Мы уже заготували детали кріпления, так же перекладили, чтобы облаштовать ту комнату з станками хореографичными. Особисто я теперь с этими ремонтными работами маю такую возможность и буду працювать над работой календарного планирования. На наш рік, 2018-2019, это проведение двух модулей. Новый модуль бадминтон и чарлидинг. Также, кроме ремонтных работ, нам купили спортивный инвентарь. И самое ценное из этого спортивного инвентаря, что мы купили стики волейбольных и универсальных. Чому универсальных? Потому что можно играть и в волейбол, в бадминтон, а также в великий теннис. И мы теперь можем проводить модуль бадминтон. Починаючи с травня месяца в авторской школе имени Гуцька проводятся работы. Закончились, по-перше, поточные ремонты водопостачания и водоводведения, замена всех труб. И с червня месяца начался капитальный ремонт первого поверха. Так как у нас была пожежная комиссия, у нас был припис стосовно знятия горючих материалов, которые у нас находились на стенах, мы решили, что это, ну, мы сделаем ремонт, сняли горючие материалы из стен и сейчас мы будем их проводить в эстетический вигляд. Их сейчас зашпаклюют, потом будет декоративная штукатурка, ну, и с кольором. Кабинеты у нас також, ну, мы сделали кабинеты для заочев школы, потому что у нас не было данного кабинета. Також проводятся ремонтные работы кабинета заочев из господарской частины. Вот, додатково мы делаем кабинеты. У нас будет замена электрических проводов, установление новых щитовых. Данная подрядная организация работает очень интенсивно, до вечера, даже и в ночи, ну, 10 часов вечера они закинчивают работу и начинают с 7 часов. Поэтому, я думаю, что работа закинчится, и керевник, который отвечает за данный объект работы, он достигнет в термин, который они установили. В середине серпня месяца будет закинчен. У нас деякие кабинеты заступника из господарской частины, у нас он не имеет природного освятения, поэтому мы попросили установить освятение, додатковое векно. Также кабинеты, где заочев и социальный педагог будут работать, у них также нет природного освятения, поэтому у нас установлено и додатковое векно будет. Что касается эстетического вигляда, то у нас пропозиция до подрядных организаций, которые установили нам вентиляционный шаф, ее привести в эстетический вигляд, так как вона давит психологично и морально, очень приграничивает детей, хотела бы сделать это красиво. Ну и также у нас есть на первом поверхности, у нас находится вахта, мы попросили их, попросили подрядников, чтобы они нам зменили форму данной, и расширили, чтобы не перешкоджали проходу, не изменился проход, ну и вахта будет у нас теперь открыта. У нас открывается додатковый вход, у нас он был закрытый, сейчас мы открываем додатковый, ну не додатковый, а відновлюем, можно так сказать, два входа в школу, поэтому у нас вахта будет разделена на одну и на другую часть, но также мы открываем, вот тут у нас был закрытый, это додатковый аварийный выход, у нас будут установлены новые двери, и, возможно, будет через них проходить. Гардероб, поновлюемо гардероб, потому что у нас тут, как бы, он был, но не помещалось ничего сюда, поэтому мы поновлюемо гардероб, и, в принципе, все вимоги, которые мы дали для подрядников, то они выполняют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова